Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Откуда же берутся предположения о высокой ценности этого денежного знака? Скорее всего, это связано с тем, что наряду с обычными экземплярами были выпущены рубли улучшенного качества для коллекционера. Их вышло всего чуть более 100 тысяч штук. Естественно, что такие редкие экземпляры стоят в разы дороже. При самостоятельной оценке может возникнуть путаница, связанная с неправильным определением качества чеканки. Коллекционным выпуском улучшенного качества относятся монеты в качестве бриллиант анциркулейты. Они чеканились по особой технологии, поэтому отличаются глянцевой поверхностью, лишенной каких-либо царатов. После чеканки такие экземпляры запаивались в целлофановые пакетики или размещались в пластиковых коробочках. Кроме этого, на полированных заготовках специальными штемпелями чеканились монеты высшего качества ПРУФ. Они предназначались для памятных наборов, вышедших к Олимпиаде 80. Экземпляр от чеканенной в качестве ПРУФ можно продать за 20-40 тысяч рублей. Как отличить дорогую разновидность ПРУФ от обычных рублей? Друзья, все просто. Редкая разновидность должна иметь зеркальное поле на Аверсе, а также зеркальную голову Ленина. Все остальные элементы, надписи, герб СССР и тому подобное должны быть матовые. Конечно же, надеяться найти этот раритет в куче с другими юбилейными экземплярами глупо. В обращение попасть он не мог. Уважаемые зрители, давайте подведем итог. На ваших экранах я постарался отобразить среднюю стоимость данного рубля. Таким образом, если вы нашли среди юбилейных монет СССР потертый экземпляр 1970 года с Лениным, то можете оставить его себе в качестве сувенира. Это самый частый советский юбилейный деньзнак. Он есть почти у каждого коллекционера. Даже продать его за 10 рублей, друзья, будет проблемой. Если же он без следов обращения, в ярком блеске, то он может стоить от 1 до 2 тысяч рублей. Но если вам посчастливится встретить полированный пруф, то его цена продажи на аукционе может дойти до 40 тысяч рублей. Но среди денег из обращения найти такой невозможно. На ваших экранах монета, которая имеет статус раритета. Она кардинально отличается от стандартного варианта. Профиль Ленина влево, а аверс, на мой взгляд, более интересный. Такую сразу отличишь от обычной монеты, но никогда не найдешь у себя в закромах. Раритет датирован 1962 годом. Друзья, это пробник. Точнее, монетная проба. Дело в том, что когда утверждали дизайн, данный экземпляр, к сожалению, не был утвержден в тираж. По идее, монета должна была отправиться в запасники или в музей. Но в 2015 году данная монета всплыла на аукционе «Редкие монеты». И, представляете, монета была продана за 8 миллионов 327 тысяч рублей. Друзья, один из вариантов рубля 1967 года может стоить около 150 тысяч рублей. Тиражных разновидностей этого рубля до наших дней сохранилось довольно большое количество. Сейчас такие экземпляры стоят примерно 1500 рублей. Но также нумизматами была обнаружена очень редкая разновидность рубля, которая встречается только в составе годовых сувенирных наборов. Чтобы определить такую монету, нужно обратить внимание на ее гурт, то есть ребро. Дело в том, что для дополнительной защиты от подделки на боковую поверхность однорублевых монет наносилась гуртовая надпись с обозначением номинала и года чеканки. Коллекционерами было найдено небольшое количество перепуток, у которых на гурте по ошибке указан предыдущий год. Можно предположить, что в 1967 году при чеканке годовых наборов Центробанка использовались не только новые заготовки, но еще и некоторое количество монетных кружков, оставшиеся с прошлого года с уже нанесенной на них гуртовой надписью. В итоге получилась рублевая монета с датой 1967, у которой на гурте написано 1 рубль 1966. В наши дни коллекционная стоимость такой редкой перепутки по гурту может составлять около 150 тысяч рублей. Цена может быть и значительно выше. Например, на аукционе монеты и медали, проходившем в октябре 2018 года, подобный рубль был продан за сумму в 250 тысяч рублей. Памятный рубль СССР 1986 года, Международный год мира, вышел тиражом в 4 миллиона штук. В это же количество включается 35 тысяч монет улучшенного качества проблев. Друзья, он имеет несколько разновидностей, сильно различающихся по цене. И если обычный тиражный вариант этой монеты стоит не более 100 рублей, то более редкий уже оценивается коллекционерами в 1000 рублей. Но есть и совершенно уникальная разновидность этой монеты, которая стоит уже более 100 тысяч рублей. Как же их отличить? На относительно редкой разновидности, буква Л в слове рубль выполнена в виде перевернутой птички, как буква В английская. Такой вариант получил у нумизматов название шалаш. Встречается он довольно редко и стоит около 1000 рублей. Дело в том, что именно на время чеканки этой монеты приходится период смены оформления штемпелей, которые изготавливались лицевые стороны монет, аверс с гербом и номиналом. До 1986 года буква Л в обозначении номинала рубль выполнялась из двух штрихов, соединенных под углом, то есть в виде перевернутой птички. А с 1986 года букву Л решили делать с горизонтальной черточкой вверху. Очень небольшая часть монет Международный год мира была выполнена со старым аверсом, изготовленным по модели прошлых лет. Л в виде шалаша. Что и сказалось на их цене, которая в 20 раз больше, чем у монет, выполненных с новой лицевой стороны. Л с горизонтальной черточкой вверху. Друзья, все ранее сказанное относится к монетам обычного чекана. Но вариант шалаш встречается и на монетах, изготовленных по улучшенной технологии ПРУФ, на полированных пластинах с матовой поверхностью на изображении. Такой полированный ПРУФ шалаш является чрезвычайно редкой, уникальной монетой. Ее стоимость предположительно выше 100 тысяч рублей. В СССР 1977 год был юбилейным, так как отмечалось 60-летие Великой Октябрьской революции. К этому событию решено было выпустить юбилейный рубль. 1 ноября газета «Известия» опубликовала информационное сообщение о выпуске новой монеты. Там же была размещена ее фотография. Для нумизматов это был праздник, потому что в то время редко чеканились юбилейные монеты. До этого только 4 раза происходило такое событие. Последний раз юбилейная монета выходила более 2 лет назад, 30-летию победы. С момента газетной публикации прошел месяц, потом второй, но в обиходе никто так и не встретил ни одной новой юбилейки. Даже в банках ее не было. И только позже монета поступила в обращение. Внимательные нумизматы сразу обратили внимание на то, что с монетой что-то не так. Изображение немного отличалось от опубликованной фотографии в газеты. И на самом деле, за ту пару месяцев, что прошли после публикации в «Известиях», случился большой скандал, связанный с этой монетой. Правда, все громы и молния разражались только в партийных верхах. Простой народ об этом ничего не знал. Продолжал потихоньку строить светлое будущее. Но самые бдительные и политические подкованные граждане, благодаря опубликованной в газете фотографии, смогли рассмотреть на лицевой стороне монеты, рядом с Лениным, злополучный символ мирового сионизма. Звезду Давида. Коварно проникшую на коммунистический рубль и готовую расползтись по всей советской стране в миллионах экземпляров. Друзья, оказалось, что изображение символа мирового сионизма спряталось в трех электронных орбитах, которые пересекались между собой. И действительно, даже с весьма небольшой долей фантазии, в их пересечении можно было разглядеть шестиконечную звезду. Разве такая монета могла появиться в Советском Союзе? Уже на следующий день после газетной публикации в КГБ и партийные органы во всех концах страны начали поступать сигналы от самых бдительных граждан. Караул. Готовится масштабная провокация агентов сионизма. На новом юбилейном рубле, рядом с портретом нашего Ильича, красуется ихняя звезда Давида. Эти многочисленные сигналы незамедлительно переправлялись на самый верх советской пирамиды власти. В итоге, после предварительных консультаций в кабинетах ЦК КПСС с ведущими экспертами по еврейскому вопросу, вопрос вынесли на заседание Политбюро, откуда была спущена лаконичная директива «разобраться и наказать, монеты уничтожить». Говорят, что отцов монеты художника Зайцева и создателя модели Козлова тут же вызвали в Смольный. Монета чеканилась на Ленинградском монетном дворе, где их долго отчитывали. Мол, мы, блин, тут юбилей революции справляем, а вы, товарища Ленина, жидовской звездой изукрасили. Ходили даже слухи, что пять человек в связи с этим посадили. Но последнее, скорее всего, маловероятно. Дизайн монеты в срочном порядке начали переделывать. Лаконичный и выразительный символ атома с тремя орбитами, символизирующий достижения советской науки, превратился в более замысловатую по исполнению фигуру с четырьмя разновеликими орбитами электронов. В таком же уже измененном виде юбилейная монета в конце концов все-таки поступила в денежное обращение. Но опять же, не обошлось без казуса. Вместо звезды Давида прямо перед носом Ленина появилась конструкция контурами, очень напоминающей кукиш, при этом обращенный прямо к лицу пролетарского вождя. Все юбилейные монеты с символом мирового сионизма, что были уже отчеканены, в срочном порядке отправили назад на переплавку. Сегодня это одна из самых известных и редких советских монет, коллекционная стоимость которой измеряется уже в несколько миллионов рублей. В настоящее время нумизматам известно всего о двух таких монетах. Очевидно, на монетном дворе или в одном из банков что-то напутали и какая-то часть сионистских рублей попала к обычным. Так что стоит пересмотреть свои коллекции. Вдруг у кого-то еще затерялась такая драгоценность, которая в один миг может сделать человека миллионером. Серый рубль В тираже однорублевых монет отчеканенных в 1984 году нумизматами была найдена необычная разновидность, которая среди некоторых коллекционеров получила название Серый рубль. Коллекционная стоимость такого редкого экземпляра разменной монеты в наше время составляет около 800 гривен или же 1500 в рублях. В 1984 году было отчеканено большое количество монет рублевого номинала. Соответственно, до наших дней их сохранилось очень много. Поэтому высокой коллекционной цены эти рубли не имеют. Даже в очень хорошем состоянии такая монета сейчас стоит не более 600 рублей или же в районе 200 гривен. Но также в наличном денежном обращении коллекционерами было найдено небольшое количество рублей с датой 1984, которые отличаются по цвету от обычных экземпляров. Дело в том, что тиражная разновидность однорублевой монеты отчеканена на мельхиоровой заготовке, которая имеет характерный светлый металлический оттенок. Редкий вариант рубля выполнен на чужой заготовке из другого сплава, необычного сероватого цвета. Друзья, я предполагаю, что такие заготовки изготавливались для чеканки каких-то иностранных монет, которые в это время также выпускались на Ленинградском монетном дворе. И по ошибке небольшое количество этих заготовок с серым оттенком было использовано для изготовления рублей. Так или иначе, но на сегодняшний момент нумизматам известно некоторое количество этих перепуток. А коллекционная стоимость такого серого рубля 1984 года в три раза выше обычного варианта и составляет, я уже говорил, примерно полторы тысячи рублей. Один рубль, выпущенная в 1976 году. Друзья, коллекционеры-нумизматы также само обнаружили очень редкий вариант исполнения с коллекционной стоимостью около 150 тысяч рублей. Тиражных разновидностей одного рубля 76-го сохранилось немало. И поэтому сейчас такие экземпляры стоят примерно полторы тысячи рублей. Но также нумизматами был найден и очень редкий вариант рубля с датой 1976, определить который можно только присмотревшись к гурту, то есть, ну, ребру монеты. Для дополнительной защиты от подделки на боковую поверхность однорублевых монет наносилась гуртовая надпись с обозначением года чеканки и номинала. Коллекционеры обнаружили несколько перепуток, у которых на гурте по ошибке указан предыдущий год. Скорее всего, в 1976 году при чеканке рублей использовались не только новые монетные кружки, но и небольшое количество заготовок, которые остались с прошлого года. И у них уже была нанесена гуртовая надпись. Таким образом, в процессе производства, то ли из-за халатности, то ли из-за случайности, получилась однорублевая монета с датой 1976, у которой на гурте написано 1 рубль 1975. Дорогие друзья, коллекционная стоимость этой редкой перепутки по гурту, которая в нумизматических каталогах признается как отдельная разновидность, составляет на сегодняшний день 150 тысяч рублей. И завершает наш обзор 1 рубль 1988 года. Друзья, такая монета имеет всего две разновидности, но только одна является редкой, другая стоит около 300 рублей за экземпляр. Редкая монета именно та, у которой на боках будет написано 1 рубль 1989. Такие экземпляры сейчас продаются за баснословные 150 тысяч рублей. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк, все монетах. Всего доброго, друзья! Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова